МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мгновенно и подавляющим большинством Европарламент проголосовал без виз для Украины. 521 голос за и всего 75 против. Это еще не финиш в безвизовом вопросе, но до него уже недалеко. Когда и кто будет принимать окончательное решение? И когда украинцы смогут свободно ездить по Шунгену? Следила за голосованием в Страсбурге и расскажет больше Елена Абрамович. Украина равно Европа. Группа депутатов, которые активно поддерживают Киев, не впервые выходят с такими плакатами. Но сегодня радуются особо. Через несколько минут они наконец-то сделают шаг, который сблизит Украину с Евросоюзом. Пока одни фотографируются с украинским флагом, другие идут с чемоданами в сессионный зал. На работу с багажом обычная картина в четверг. Последний рабочий день сессии. После голосования все спешат улететь домой. Для принятия решений отведено два часа, но депутат исправляется за минут 20. Работает молниеносно, поэтому непонятно, сколько голосов набрал украинский вопрос. Для журналистов результат уточнил посол Украины. 521 за, против 75 утримались 36. Картинка настолько быстро изменилась, что мы просто не встегли это все зафиксировать. Это почти единогласное решение, а значит единичные критические замечания в адрес Украины на вчерашних дебатах не нашли поддержки среди большинства. Более того, аргументы, которыми пользовались скептики, неправдивы. Евроскептики на дебатах вчера рассказывали о нацизме. В Украине государственном перевороте и масштабной коррупции. Украина очень коррумпированная страна. Визу любой страны можно купить за деньги. Так быть не должно. В ответ их тут же обвиняли в том, что говорят они за деньги. И называли агентами Кремля. То, что мы только что услышали, результат влияния Путина в этом европейском парламенте. Наконец-то граждане Украины получат возможность путешествовать по Европе без виз. Это серьезный шаг на пути к исполнению мечты Майдана. Украина выполнила все требования за рекордное время. И что еще больше впечатляет, они сделали это, когда Россия наносит удары. Немного стран заплатили такую высокую цену за свои демократические стремления, добавила депутат. Украинский паспорт вообще должен открывать все двери, заявила ее коллега. Впрочем, после этого голосования вопрос без виза переходит уже в Совет ЕС. Там его планируют утверждать через несколько недель, после французских выборов. Но депутаты уверяют, будут держать вопрос на контроле. Я занимаюсь этим вопросом много лет, чтобы достичь сегодняшнего результата. И насколько мне известно, все будет доведено до конца. Европарламент намерен пристально следить и давить, чтобы страны-члены выполнили это решение. Очень важно, чтобы люди могли контактировать, строить мосты, дать возможность молодым людям, студентам, бизнесменам, родственникам съездить в Европу на три месяца. Не более чем на 90 дней за полгода без права жить или работать в ЕС. Таковы условия без виза. Это не членство в Евросоюзе, но, по крайней мере, демонстрация уважения и поддержки Украины, отметили евродепутаты. Голосование, которого украинцы ждали три года, произошло в этом зале так быстро, что не все даже успели зафиксировать результат. Но главное, он позитивный. И если ЕС также уверенно примет те несколько оставшихся решений, то ездить без виз в Евросоюз украинцы смогут уже со средины июня. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Первым с без виза украинцев поздравил президент Петр Порошенко. О положительном голосовании Европарламента глава государства узнал на ежегодном Киевском форуме по безопасности. Участие в мероприятии принимали также премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы. Порошенко прервал выступление одного из спикеров и сообщил о голосовании в Страсбурге. Я считаю, что это будет конец червня-липта. Но когда будет детально точная дата, это нам скажет Европейский Союз в своем решении. Позже президент официально обратился ко всем гражданам. Он отметил, что решение Европарламента о предоставлении без виза подтверждает признание эффективности проведенных реформ в Украине. Их на пути к визовой либерализации было более 150. Поблагодарил гарант и украинских военных, которые ценой собственной жизни защищают границы нашего государства. Р решение Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия и свободная пересывания. Это еще и большая гордость за украинское гражданство и привабливость украинского паспорта. Это символ принадлежности Украины к сообщественному европейскому цивилизационному простору. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы. От Лиссабона до Харькова. И мы поделяем общие ценности. Украинцы уже этим летом смогут выезжать в Европу без виз. Такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с балтийскими коллегами. С ними он обсуждал вопросы безопасности и евроинтеграции. Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что Украина всегда может рассчитывать на их поддержку. В свою очередь, глава украинского правительства поблагодарил балтийцев за помощь в евроинтеграционных вопросах. Отметив при этом, что страны Балтии играют в этом далеко не последнюю роль. Для нас это вопрос имеет стратегический приоритет и развитие. Сегодня я хотел бы окременно благодарить вам, шановые коллеги, за позицию ваших урядов, ваших стран. И надеемся на то, что уже в летом мы сможем, украинцы смогут использовать эту возможность, этим правом. Этот залезный занавес, который был построен много лет назад, нужно уничтожить. Поздравил украинцев с историческим решением о либерализации визового режима президент Европарламента Антонио Таяни во время телефонного разговора с Петром Порошенко. Приветствует Безвиз и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства. Йоханнес Хан, об этом он написал в своем твиттере. А депутат Европарламента от Германии Рыбака Харсус считает, что этот шаг даст больше свободы и совместных возможностей. На новости отреагировали и в украинском парламенте. Бурно и эмоционально. Депутаты раздавали евроинтеграционные ленточки, флажки, фотографировались и просто радовались. Называют это победой, которой долго шли. Я напоминаю, 144 вимоги были для украинского парламента. 144 реформи, которые изменили Украину. Те, кто имеет биометричные паспорты за кордонами Украины, смогут использовать безвизовым режимом. Прикордонник может запитать у вас несколько таких вопросов. Чи есть у вас зворотный квиток, где вы будете проживать, но никаких доведений с места работы, характеристик или чего-то другого пакета документов не будут требовать, как сейчас, при оформлении виз. Украина на выполнение критерий, чтобы получать безвизовый режим, ухвалила ряд законов. Это открытие регистров, это запуск антикоррупционных институций. Сейчас для запятного капитала это определенный сигнал, что здесь изменились определенные правила игры, улучшение возможностей для инвестирования. Это действительно реальный успех. Я доволен, потому что, первое, я верю, поедет молодь, поедут студенты. И то, что они там увидят, они будут втягивать тут, в Украине. Но радость нардепов поутихла, когда они заговорили о своих требованиях. А их хватает в каждом углу парламента и у каждой политической силы. Кто из политиков чего хочет и что можно отнести к законодательной победе украинских парламентариев, вот что увидела я на утреннем заседании. Единственный законопроект, который прошел на утреннем заседании, о реорганизации больницы-поликлиник предприятия. Медучреждениям дали больше самостоятельности, разрешили им законно пользоваться благотворительными взносами и иметь финансовую автономию. Будет введено таке поняття вперше в Украине, яке називається послуга с наданием медической помощи. Эта послуга будет оплачуватись державою, местными бюджетами. И эта послуга может потенциально оплачуватись и самою людиною. Это позволит легализовать на сегодняшний день весь тюньовый обіг коштей, который есть в охране здоровья. Мы открыли возможность другого. Например, есть предприятия, которые достаточно хорошо думают о своих работников. И они готовы укладывать угоды с лекарственными установками и платить, скажем, 50-100 гривен в месяц за каждого работающего для медичного обслуживания в те или и другие лекарства. И сегодня лекарства свободны, чтобы подписать таких угод. Этот закон разрабатывали два года и, наконец, утвердили. А вот закон о рынке электроэнергии отправили на повторное второе чтение. То, что предлагается в новом законе, это прибирается в этот посредник. И служители могут напрямую заключать договоры с компаниями, которые генеруют электроэнергию. Переходный период для этого законопроекта – два года. Ну а в документ депутаты повносили столько правок, что уже и не поймешь, как все должно работать. Теперь комитет будет дорабатывать закон в экстренном порядке, ведь его принятие – требования третьего энергетического пакета ЕС. А требования нужно выполнять. Как и условия МВФ о введении обонплаты за газ. Радикалы сегодня снова выступали против, но в блоке Порошенко уверяют – это неизбежно. Введение обонплаты, записанного в меморандуме МВФ, разделение обонплаты за транспортирование и цены на газ, суммарно не должны привести к увеличению тарифа для населения. Вот и все. Мы говорим про то, что умовно, если платишь 100 гривен сейчас, а в структуре этого тарифа 87% цена газа и 13% транспортирования, то платишь может быть 13 плюс 87, но суммарно 100. И ни в каком случае ни 105, ни 110. Вот про что мы говорим. И мы выполняем те умовы, которые мы проговорим в сегодняшней работе с МВФ. Правда, когда придется выполнять эти требования и как, и сами нардепы не понимают. Будет риторика такая, что уряд подготовил и подав, а парламент не разглянул. А оскольки уряд не может ответить за парламент, то ответственность лежит на парламенте, а уряд свою частину домашнюю работу выполнил, поэтому будет несправедливо, если уряд не отримает грошей, на какие он разраховывает. А оппозиция намерена и вовсе требовать пересмотра условий, учитывая пенсионную земельную реформу. Мы считаем, что умовы, на которые был взятый кредит, они надзвучайно обтяжливые для страны, они невыгодны. И мы будем вымогать перегляд умов кредитования, умов спорта с МВФ. Мы возвращаемся к Кабмину, потому что Кабмин проводил переговоры. То, что уряд должен быть узгодить ключевые умовы с парламентом, это также очевидно, потому что у нас парламентская президентская республика, и парламент должен знать, на каких умовах берутся деньги для государства. Помимо условий меморандума, нардепы требуют и пересмотра тарифов, а заодно и аудит в НАК «Нафтогаз». «Нафтогаз Украины» однозначно черная клоака дыра, коррупционная, абсолютная. Но и на этом волна требований нардепов не стихла. Провалом голосования за назначение нового состава счетной палаты в блоке Порошенко до сих пор возмущены. А профильный комитет говорит, с предложением новых кандидатур в счетную палату тянуть не будет. Питание не зависло. Как сейчас будет происходить ситуация? Комитет поведет на своем заседании призначит новый конкурс, соответственно, закону. И это будет сделано на следующем заседании комитета. Я так ожидаю, что это будет или на следующий месяц в середину. Ну и напоследок свои требования, в который раз озвучила сама помощь. Правда, у них не газ, не тарифы, не счетная палата, а деятельность Нацбанка. Они настаивают, чтобы НАБУ открыла производство и изучила деятельность всех руководителей регулятора, включая Гонтареву. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Тем временем сама глава Нацбанка Валерия Гонтарева сегодня с трудом смогла выехать на работу. Активисты устроили возле ее дома акцию протеста. Кто решил испортить утро главному банкиру страны и чего хотели от Гонтаревой? В нашем следующем материале. Лера, выходи! Лера, выходи! У дома Валерии Гонтаревой в Гореничах Киевской области уже с утра десятки активистов, преимущественно молодые девушки. Участники акции на заборе главного банкира Украины рисуют свинью с шарфом в виде флага России и расписывают ругательствами входную дверь. Свои художества при этом сопровождают громкими выкриками. Гонтарева, бывся! Гонтарева, бывся! Когда Гонтарева наконец-то выходит из дома, активистки требуют у нее объяснений. Почему? Поддерживает российский капитал и не реформирует банковский сектор. Мы не соромны за все реформы, которые я сделал в нашей Украине. Мне не соромны ни в нижней минуте. Поэтому читайте международных экспертов. Но посылы к неким международным экспертам активистов не впечатлили. Они перегородили дорогу, заблокировав автомобиль Гонтаревой. Мы не поедем! Мы никуда не поедем! Да вы давай! В итоге главе Нацбанка пришлось идти на работу пешком в сопровождении охраны. Правда, недолго. Напомним, что слухи об отставке Гонтарева эмусируются уже не один месяц. Кто только не отправлял ее в отставку. Политологи, экономисты и даже народные депутаты. На этой неделе уход главного банкира анонсировала даже представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Но Гонтарева до сих пор остается в своем кресле. Диана Клочко, подробности, телеканал Интер. Неспокойно было и в Полтаве. Там полиция выясняет, кто стал зачинщиком массовой драки в самом центре города. Накануне вечера на улице Соборности подрались общественные активисты и охранники частной структуры. Причиной конфликта стали действия местного предпринимателя, который решил наглухо загородить арку во двор многоэтажки. Местные жители и активисты, возмущенные тем, что забор мешает въезду во двор, пытались демонтировать металлические ворота. Но на них набросились представители частной охранной фирмы и неизвестные молодчики. В общей сложности в драке пострадали около 10 человек, в том числе и полицейские. Три человека получили тяжелые ножевые ранения. Среди пострадавших ветераны АТО. Полиция задержала 12 участников драки. В МВД готовят документы для лишения лицензии охранной фирмы. Среди пострадавших, когда пришли детушки, у нас осталось очень мало. Я ввалив двом, заввалив их, а потом меня начали штрикать ножами за спиной. Сперед было очень много людей вокруг этих людей. И, соответственно, я на какой-то момент втратил святомость, потому что там 8 или 9 живых ран в легене, в починку. Ну и потом уже мой брат, кажется, мой брат меня просто оттягнул, потому что я уже не мог ничего. Они молотили всех подряд, и стоять в стороне не можно было. Поэтому это или рука была, или что, я не знаю. Но досталось многим, и много людей не вернулось. Ну, это непропустимо, чтобы таким методом вырешивались. Ситуацию в Полтаве уже прокомментировали в столице. Народный депутат Сергей Каплин уверен, что причиной происходящего является рейдерский захват центральной части города. А виновники крышуют бесчинство в Полтаве и столице. С требованием расследовать ситуацию Каплин уже обратился в Генпрокуратуру. В Полтавской городе длительный час функционирует ширка. Ширка с низкой политических сил, которые продолжают деребан разом с городским головой МАИМ. Мы предприниматели, которые получили незаконное право и незаконно получили право зайняти арку, которая является единым подъездом до центральной части города, тизно связанной с министром внутренних справ Аваковым. Мы обратились к Генпрокуратуре и СБУ, чтобы расследовали первый связок министра, который лоббировал соответствующие решения. По-друге, каким образом они действуют соответствующее рейдерское захватывание? Снова на службе. Обвиняемому в умышленном убийстве полицейскому Сергею Олейнику вернули погоны. Напомню, в начале прошлого года, преследуя автомобиль нарушителей, он открыл огонь по машине, в результате чего погиб 17-летний пассажир. Как обвиняемому удалось снова получить значок полицейского и табельное оружие? Узнавала Ирина Баглай. В моей семье была истерика просто. Мы только вчера узнали это. Ну, что он работает, как я знаю, в административном деле по правилам ДТП. Брат убитого Михаила Медведева не сдерживает эмоций. Уже год он и его родители ждут решения суда по делу о погоне, в которой погиб 17-летний Михаил. Это видео с регистраторов полицейских и сама погоня вызвали массу обсуждений. В результате следствие установило, что патрульный Сергей Олейник превысил свои полномочия и, стреляя в автомобиль во время погони, дважды попал в пассажира. Одно из ранений для Медведева оказалось смертельным. По ходатайству гособвинения патрульного полицейского отстранили от должности. Но уже в этом году, 28 февраля, оказалось, что он снова на службе. Он продолжает быть на той же должности. Это патрульные роты номер 9, управление патрульной полицией города Киева. Как на это смотрит руководство нас полиции? Отвечать в главке на наши вопросы не захотели. Однако, согласно трудовому законодательству, в данном случае отстранить обвиняемого. В преступлении сотрудника работодатель не вправе, объясняют юристы. У сотрудника в таком случае будут высокие шансы опротестовать решение в суде. И сегодняшнее законодательство действительно имеет такую дыру, что если закончился срок постановления суда об отстранении, человек автоматически обязан выйти на работу. Мои коллеги, профессиональные адвокаты, используют эти дыры очень успешно. Схема для такой юридической диверсии проста. Защита обращается в апелляционный суд, опротестовывая подсудность дела. Пока высшие инстанции определяются, кому и где судить, срок отстранения истекает. А гособвинению попросту некуда обратиться с повторным ходатайством. Хотя то, что человеку, обвиняемому в убийстве и превышении служебных полномочий, вернули оружие, в прокуратуре считают недопустимым. Условиями совершения является то, что он выполнял функции по пресечению правонарушений, носил и использовал огнестрельное оружие. Поэтому мы считаем, что в дальнейшем эти функции на стадии судебного разбирательства он не может исполнять. Высший суд отклонил ходатайство защитников Олейника и оставил дело в Голосеевском суде. Ближайшее заседание назначено на 11 апреля. На нем прокуроры снова будут ходатайствовать об отстранении патрульного от службы и об избрании ему меры пресечения. Ирина Баглай, Вадим Сверидонов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. В Генпрокуратуре сообщают о проведении обыска в офисах фирмы С-Групп, которую связывают с семьей нардепа Сергея Рыбалки. Правоохранители подозревают владельцев С-Групп в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и краже 110 миллионов гривен. Напомню, Сергей Рыбалка член и один из главных спонсоров радикальной партии Олега Ляшко. Тем временем ветераны АТО обвинили нардепа Рыбалку в попытке рейдерского захвата крупной сети супермаркетов. Подробности готовят свое расследование этих фактов. Материал вы сможете увидеть завтра. Приговор по делу торнадовцев огласят завтра. Напомню, бойцов батальона обвиняют в создании преступной организации в совершении ряда убийств и изнасилований. Также в январе этого года несколько торнадовцев в Лукьяновском СИЗО напали на конвоиров. Дело торнадовцев насчитывает 80 томов. Заключительное заседание начнется в 10 утра в Абалонском суде столицы и пройдет в открытом режиме. Из-за дефицита антрацита остановились три крупнейшие украинские теплоэлектростанции. Резервы на Трипольской, Приднепровской и Змеевской ТЭС практически исчерпаны. А возобновление поставок угля с Донбасса пока не предвидится из-за торговой блокады. На Приднепровской станции побывала Елена Миндалюк. Датчики на главном щите Приднепровской ТЭС замерли. Все стрелки на нуле, энергоблоки остановлены. Станция не вырабатывает тепло и электричество. Из-за этого 40 тысяч жителей Днепра без отопления и горячей воды. На жилмассиве Приднепровск жалуются. Воду теперь приходится греть на газу. А это значит, что в конце месяца придут платежки с немалыми суммами. Естественно, это все выливается в суммы, в приличные суммы. И очень неудобно, потому что чувствуешь себя, не знаю, возвращаемся в каменный век. Работу Приднепровской ТЭС приостановили вынужденно, говорят работники. На складе осталось всего 30 тысяч тонн угля. Его пока хранят как резерв топлива. Поставки антрацита с оккупированной территории прекратились в феврале с началом блокады. С того времени экономили как могли. Работал лишь один из восьми энергоблоков. Мы работали минимальным составом оборудования при прекращении подставок. Это нам позволило без аварийно доработать до конца топительного сезона. За 62 года работы Приднепровская лишь один раз приостанавливала свою работу. Это было в 2015-м. Тогда на востоке Украины велись активные боевые действия. Железнодорожное сообщение тогда было прекращено. Теперь же составы с антрацитом не едут из-за торговой блокады Ордло. Альтернатива есть, говорят на станции. Уголь из ЮАР. Но он вдвое дороже. Сегодня реально импортный ресурс можно купить от 100 долларов и выше. Это при том, при всем, что все равно свободного ресурса этого угля нету. Даже по такой цене. В Украине 15 теплоэлектростанций. Кроме Приднепровской работу приостановили Трипольская и Змеевская. На грани остановки еще одна Криворожская. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Посевная в Украине под угрозой. Украинским аграриям не хватает удобрений. Напомню, их дефицит возник еще в 2014-м. В результате решения, принятого правительством Арсения Яценюка, закупать удобрения у российских производителей. Теперь же до конца посевной россияне смогут поставлять только 5,5% необходимого объема удобрений. При этом антидемпинговые пошлины против российских компаний до сих пор не введены. Отечественный же химпром простаивает. Тем временем, за последние три года эта торговля принесла государству-агрессору более полумиллиарда долларов. Боевики 14 раз обстреливали позицию в УСУ. Один военнослужащий получил ранение, сообщает в штабе о том. Под огнем пророссийских наемников и пригород Авдеевки. Там минометным огнем накрыли частный сектор. Один из местных жителей получил осколочное ранение. Бои же вокруг Авдеевки с каждым днем все более ужесточаются. Подробнее с линии огня Станислав Кухарчук. Пользуясь затишьем, Наталья Николаевна решила заняться огородом. Но жалуются, перед прополкой по участку нужно пройтись с металлоискателем. Земля в Старой Авдеевке усеяна осколками вражеских снарядов. Перед перемирием пенсионерка, спасаясь от обстрелов боевиков, неделю гостила у брата. В город вернулась только позавчера. Говорит, с тех пор ничего так и не изменилось. Ну, вчера, могу целый день вчера стреляю. Была в дворе, иду, чую, лететь, свистеть. А где-то там падала, не знаю. А упала в конце этой улицы. Четыре мины, выпущенные наемниками, попали в частный сектор. Две из них разорвались во дворе Юрия. Он как раз был на улице. Получил легкое осколочное ранение. Радуется, что родные не пострадали. Да как сказать? Всего бывает. Ну, одна воронка, вторая. Его соседям тоже не повезло. Одна из вражеских мин разорвалась в сарае. Взрывной волной в доме выбило все стекла. Но похоже, что и сегодняшний день не принесет Авдеевке долгожданного затишья. Бои возле города идут круглосуточно. Взрывы на передовой слышны даже в центре города. Несмотря на первоапрельские договоренности, наемники продолжают накрывать защитников Авдеевки огнем из танков, артиллерии и минометов. Позиции наших военных уже давно вынесены за пределы города на несколько километров. Но боевики бьют и по пригороду. Услышав очередные выстрелы, Павел садится за пулемет. В любую секунду здесь может снова начаться ожесточенный бой. С этих позиций до оккупированного Донецка чуть более километра. Руины бывшего аэропорта наемники превратили в монолитный укрепрайон. Освобождать украинский город Николай пошел еще в 2014-м добровольцем. Говорит, за три года, хотя и устал от войны, но сил еще хватит ее закончить победой. А вот наемники заканчивать ее, похоже, не собираются. К 7 часам вечера в штабе АТО уже зафиксировали более двух десятков вражеских обстрелов. Один украинский военный ранен. Данил Сниссор, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Кризис в Украине обсудили по телефону президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщили в Белом доме. Детали разговора пока неизвестны. Ранее во время визита немецкого канцлера в США оба лидера подчеркнули необходимость мирного решения конфликта на Донбассе. Украина может лишиться поддержки Запада, если выйдет из минского процесса. Об этом заявила Мария Иванович, посол США в Украине. Она отметила, что этот формат договоренностей не очень популярен в Украине, но в то же время он содержит все необходимые аспекты урегулирования конфликта. Американский дипломат считает, поскольку переговоры в Минске поддерживают западные партнеры Киева, то невыполнение договоренностей чревато последствиями. Кроме того, в случае отказа от минского формата придется искать альтернативный вариант переговоров. Совбеза он не может даже пока на словах осудить Сирию за химическую атаку в провинции Идлиб. Любые попытки внести подобную резолюцию блокирует Россия. Тем временем президент США Дональд Трамп якобы заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии. Передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Поплатится ли администрация Башара Асада за содеянное? Расскажет Сергей Услендер. Попытка внести резолюцию, осуждающую Сирию за бомбежку Идлиба, в Совбезе ООН провалилась. Великобритания, Франция и США предложили проект, но Россия дала понять, что применит право ВЕТА. Вместо этого Москва представила свой текст, который носит декларативный характер и не призывает ни к каким действиям против Дамаска. Руководствуюсь исключительно и только фейковой информацией, вот этими информационными вбросами. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, который носит абсолютно откровенно антисирийский характер и способен еще больше накалить и так непростую военно-политическую ситуацию в Сирии и в регионе в целом. Накалять, кажется, уже дальше некуда. Информация, поступающая из Хан Шейхуна, это город, который подвергся бомбардировке, ужасает. Минимум 150 погибших, среди которых много детей, сотни пострадавших, причем врачи до сих пор не понимают, какое вещество было использовано и как лечить этих людей. Когда самолеты нанесли первый удар, наша команда была на месте. Три человека из службы спасения первыми добрались туда, где взорвалась ракета. Это было химоружие, но они не знали об этом и потеряли сознание. Когда мы прибыли, то стали эвакуировать пострадавших. Мы видели, как изо рта у них идет пена. Вашингтон в бешенстве. По мнению американской администрации, Дамаск нарушил все запреты и перешел все красные линии. Кошмарные кадры из Идлиба уже взбудоражили общественность Европе и Америки. Особенно западных политиков возмущает позиция Москвы, которая покрывает преступления сирийского режима. У нас нет никаких сомнений, что вся ответственность за этот ужасный инцидент лежит на сирийском режиме во главе с Башаром Асадом. Для России самое время хорошо подумать о дальнейшей поддержке Дамаска. Пока так и не ясно, как отреагирует Запад на атаку Идлиба. Очевидно, что оставить без реакции такое ни Европа, ни Штаты не смогут. Во всяком случае, президент Трамп уже заявил, что действия Дамаска не останутся без ответа. Источники в израильской армии утверждают, что химическое оружие в Идлибе использовали именно сирийские правительственные силы. Но даже если принять во внимание версию россиян, которые утверждали, что сирийская авиация не использовала оружие массового поражения, а лишь атаковала склады, где оно хранилось, все равно получается, что режим Асада совершил тяжкое преступление. Выходит, что сирийские военные знали, что они бомбят, а значит представляли себе возможные последствия. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Жилье на откуп. В чем уж городские активисты обвиняют чиновников мэрии? Новое разоблачение. В чем прокуратура Франции обвиняет партию Марин Лепен и как это скажется на ее рейтинге? Встреча трудная, встреча важная. Найдут ли общий язык председатель КНР и президент США? Блокпост появился в Ривненской области в поселке Клесов. Здесь регулируют проезд кентарным прииском. Условия впечатляют. Времянка, шлагбаум, украинский флаг. Вот только дежурят здесь не военные, не нацгвардии и даже не полиция. Блокпост обустроили старатели. Теперь в Рожкино, так называемое болото, попасть не может никто. По данным правоохранителей, каждый день здесь работают около 50 мотопомп. Бойцы оперштаба по борьбе с нелегальной добычей янтаря изымают их по несколько в день. Но полностью остановить незаконную добычу не могут. В лучшем случае старатели на время прекращают работы. Квартира как откуп. Ужгородские активисты обвиняют чиновников мэрии в том, что те выделили областной прокуратуре жилплощадь в обмен на закрытие нескольких уголовных дел, в которых фигурируют сотрудники гурсовета. Марина Коваль расскажет подробнее. Квартира, о которой идет речь, находится в доме в историческом центре Ужгорода. Когда-то в ней жил одинокий старик. После его смерти жилье перешло в коммунальную собственность города. Ее рыночная стоимость около 30 тысяч долларов. И вот выясняется, что в прошлую пятницу горисполком решил передать квартиру сотруднику областной прокуратуры. Невиданная щедрость за последние лет семь от городских властей для прокуроров, говорит депутат гурсовета Виктор Щедей. Сам проект появился всего за два дни до заседания в оконком. Хотя закон вымогает 20 дней. То есть все делалось очень быстро. Это уже больше похоже на такой квартирный хабар. Потому что есть определенный конфликт интересов. Есть департамент межгосподарства, который ходит под криминалом. И эти дела в прокуратуре, они никуда не движутся. И этот же структурный подраздел передает квартиру прокуратуре. Квартиру передали молодому следователю Закарпатской областной прокуратуры Иван Тачок. Сегодня в командировке в Киеве. Пресс-секретарь говорит, следователь живет с семьей в общежитии в Чопе. Ему каждый день приходится ездить на работу за 30 километров в Ужгород. В Ужгородской мэрии уже ответили на обвинение в том, что выделение квартиры – это своего рода взятка представителям прокуратуры. В письме заверили, что квартиру под служебное жилье выделили по просьбе областного прокурора. Он же и решал, кого из сотрудников туда заселить. А сама жилплощадь остается в коммунальной собственности. Вот только активисты заявляют, поверят в то, что квартира в центре Ужгорода – это не откуп за закрытие уголовных производств против сотрудников мэрии. Только если следствие по ним ускорится, будет доведено до суда, а подозреваемые привлечены к ответственности. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал «Интер Ужгород». А вот днепровские депутаты обвиняют в коррупции секретаря гурсовета и председателя бюджетной комиссии и требуют лишить их должностей. По словам избранников из городского бюджета, чиновники вывели более полумиллиарда гривен. Подробнее о коррупционном скандале в следующем материале. Активисты громадского контроля за тендерными торгами в области следят с 2015 года. Говорят, закупкам, которые проводит гурсовет Днепра, уделяют особое внимание. Чиновники умудряются заказывать товары и услуги на миллионы гривен, завышая их стоимость в десятки раз. Свежий пример – компания «Мегалинк» должна провести интернет в школы, где он уже есть. Интересно, что конкурс выиграла необычная фирма. Как выяснили активисты, непосредственное отношение к ней имеет представитель самопомощи, секретарь гурсовета Вячеслав Мишалов. Фирмы, которые принимали участие, в той или иной форме связаны с господином Мишаловым. То есть либо у него там были доли, то есть прямая связь там прослеживается. Проведение интернета в школы не единственное, на чем зарабатывали чиновники. Они решили реконструировать новый мост, который находится в аварийном состоянии. Выделили 82 миллиона гривен. И, видимо, по стечению обстоятельств тендер выиграла компания отца секретаря гурсовета. Почему так получилось и как это все происходило? Во-первых, все тендеры прописывались под те фирмы, которые выгодно и принадлежат Мишалову. Весь этот скандал начался еще месяц назад. Тогда сам секретарь гурсовета ни родственных связей, ни коррупционной составляющей не видел. Дескать, строительная фирма отца выигрывает исключительно благодаря многолетнему опыту и репутации. О том, что невиновен, Мишалов заявил и сегодня. Я готов предоставить четкий, подкрепленный необходимыми документами фактаж, способный уничтожить политические карьеры тех, кто так ими дорожит. Сейчас мы собираем все факты. И очень скоро на пресс-конференции в Киеве я их озвучу. Всего за прошлый год, посчитали активисты из городского бюджета, не по назначению ушло более 500 миллионов гривен. Документы с доказательствами коррупционных схем депутаты передали в НАБУ. Также просят местные прокуратуру и полицию провести проверки. К мэру Днепра у избранников особое требование. Мы призываем мэра немедленно собрать внеочередную сессию, для того, чтобы снять с постов Гурсовета секретаря и главу бюджетного комитета, так как даже родная партия их признала коррупционерами. Очередная сессия Гурсовета запланирована на 12 апреля. Если вопрос об отставке не будет вынесен и рассмотрен, депутаты обещают бойкотировать сессию. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. А вот в столице появился новый инновационный парк Юнит-Сити за 200 миллионов долларов. Основал его фонд Кэйфунд. Глава фонда, предприниматель Василий Хмельицкий уверяет, эта инициатива позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест, а главное, даст молодому поколению возможности для самореализации. В этом хай-тек городке будут готовить профессиональные IT-кадры для бизнеса в сфере высоких технологий. На открытие парка приехал и премьер Владимир Гройсман. Он пообщался со студентами и отметил, что такие учебные центры обеспечат качественное будущее для нашей страны. В современном конкурентном свете без инноваций, без новых современных решений, без создания условий для разработки и проведения высокотехнологичных продуктов, которые имеют высокую доданную вартость, мы не сможем идти вперед, мы не сможем строить качественное будущее для нашей страны. Нам очень важно, чтобы здесь маленькие компании инновационные приходили сюда, получали очень много сервиса и росли, росли. Они не уезжали за границу, в Польшу или в Германию, или в Америку, а тут находили все возможности. Наша идея, чтобы здесь было тысячи молодых инновационных компаний. И потом эта среда подтолкнет их довольно быстро расширяться и быть более успешными. Проверять безопасность газовых сетей начали в Харькове. Оборудование здесь стоит со времен начала газификации области, которая проходила в 70-х годах. С тех пор сети только поддерживают и стараются избежать утечек, ведь газовые трубы подходят к жилым домам. Поэтому надежность газопроводов – это еще и вопрос безопасности. Светлана Шекера продолжит. Сегодня утром Валентина Ивановна почувствовала запах газа и тут же позвонила в аварийную службу. Меня проинструктировал оператор, который у меня принимал эту заявку. Нужно было открыть форточку, проветрить, не пользоваться приборами. В жилые дома газ подается уже с пониженным давлением. Это делают вот на таких газорегуляторных пунктах. Чтобы давление было на одном уровне и не происходило опасных перепадов, слесари осматривают пункты каждую неделю. Мы сейчас будем перебивать сальник на запорную мотовую. У нас здесь находится регулятор, который дифференцирует среднее давление на низкое. Обычно плиту и газовую трубу соединяет гибкий шланг. У Валентины Ивановны от времени пересохла прокладка. Вот газ и начал выходить. Даже через маленькую утечку накопится достаточное количество газа, чтобы произошел, например, взрыв или возгорание просто. Потому что его нужно всего лишь 5% от объема помещения до взрыва. Газопроводы проходят и под водой, и под землей. Целостность труб проверяют буквально на ощупь. Проверяю изоляцию на газопроводе. Если изменяется сигнал и показывает у меня тут, что если пробита изоляция, то показывает по-другому совсем. Еще один специалист вот с таким прибором может определить, нет ли утечки газа из трубы под землей на глубине до метра. Сейчас он делает забор воздуха. Компрессор качает, пропускает через датчик, определяет, есть ли там утечка газа. На данный момент видно. Показывает ноль, да. Газовщики признают, сети довольно сильно изношены. Практически все оборудование было установлено еще в 70-е годы. С тех пор не менялось. Частично у нас, насколько у нас хватает денег в инвестиционных программах, мы частично проводим какие-то работы по замене газопроводов, по замене регуляторов давления. Но этих денег, естественно, не хватает. Только в Харьковской области 17 тысяч километров газовых труб. Все они проходят рядом с жилыми домами. И вопрос безопасности один из главных. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Первое китайское предупреждение. Председатель КНР отправился в Соединенные Штаты для дебютной встречи с Дональдом Трампом. О чем будут говорить и не повторится ли ситуация с Ангелой Меркель, когда общий язык два лидера так и не нашли. Дмитрий Анопченко. Подробнее об этом он в Вашингтоне. К этой встрече в Америке внимание просто невероятное. Все гадают, получит ли Трамп в лице Китая друга и союзника или врага, который виду не подаст, но обиду затаит. Встреча только по сути начинается, но информационные ленты уже полны разными и самыми противоречивыми заявлениями, прогнозами и оценками. Трамп будет продавать коренные интересы Америки по заниженной цене. Уже сейчас, до начала самой встречи, вынесла приговор Вашингтон-Пост. Наоборот, президент в прямом диалоге запросто решит накопившиеся вопросы, парирует Fox News. И в Вашингтоне, и в Пекине рассказывают, чего ждут от этих первых переговоров. В Китае уверены, этот разговор настолько важен, что определит дальнейшее развитие двусторонних отношений. Новый американский президент был менее пафосен. Трамп сказал, встреча предстоит трудная, но очень важная. В итоге, чтобы не вышло так, как недавно с Меркель, когда два политика взаимной симпатии не почувствовали, а значит и общего языка не нашли, этот визит решено организовать абсолютно по-другому. Неформально и, скажем так, по-домашнему. Трамп пригласил китайского коллегу побывать вовсе не в Вашингтоне, а двое суток погостить вот здесь, в его флоридской резиденции, в Мар-Ларго. В Белом доме уже намекнули журналистам, не прогнозируют и не ждут особых результатов. Просто хотят наметить приоритеты на будущее. Каковы они, тоже понятно. Торговля и политика. Создать новые рабочие места, пожалуй, единственное, что может сейчас сделать Дональд Трамп, раз уж остальные его инициативы с мигрантами и здравоохранением тормозят. При Обаме абсолютно все, что продавалось в Штатах, было сделано в Китае. Ликвидировать этот перекос для Америки сейчас невероятно важно. А в Пекине уже намекнули. Готовы к многомиллиардным инвестициям. А еще Вашингтону нужен союзник, чтобы усмирить Северную Корею. Трамп заявлял, если что, Соединенные Штаты справятся с ней и самостоятельно. Но от помощи не откажутся. Вот с такими ожиданиями и проходит первая встреча на высшем уровне. И здесь есть очень показательный момент. Дело в том, что всегда традиционно китайский лидер приезжал в Вашингтон лишь под конец первого срока американского президента. Пекин ждал 2-3 года, чтобы присмотреться к нему и его политике. И лишь сейчас китайцы решили все-таки не ждать. Слишком уж непредсказуем Трамп. И все ответы они хотят услышать из первых уст. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Скандал за скандалом. Французская прокуратура взялась за партию Марин Лепен. Она обвиняет членов Национального фронта в разглашении профессиональной тайны. А помимо этого расследует факт фиктивного трудоустройства помощников Лепен. Выборы президента во Франции состоятся уже через 2 недели. Не пошатнут ли ее позиции новое разоблачение? Смотрите в сюжете. На подозрительные документы следователи наткнулись в штаб-квартире партии Национальный фронт. Среди бумаг нашли записи по парижским терактам в 2015-м. Оказалось, что это внутренние документы французских силовиков. И получить их ультраправые могли только обманным путем. Прокуратура начала расследование по делу о разглашении профессиональной тайны. Эти документы попали в руки следователей во время обысков по другому делу. О фиктивном трудоустройстве двух помощников Лепен в Европарламенте. Их подозревают в получении зарплаты из госказны за работу, которую они на самом деле не выполняли. Все знают, что власти хотят подорвать доверие к некоторым кандидатам. В частности, к нашему. Вот и все. Нам знакомы методы друзей Франсуа Оланда. В этом нет ничего удивительного. Политической атакой называет расследование и лидер партии. Марин Лепен уверена, таким образом ее дискредитируют накануне выборов президента. Эта информация была известна еще год назад. Год. Однако процесс ускорился только сейчас, перед выборами президента. Думаете, кого-то можно одурачить этим? Нет, ни одного француза. Сотрудничать со следствием Лепен отказывается повестки в суд, игнорирует. Пока новый скандал не отразился на ее рейтинге, но до выборов еще две с половиной недели. Я не могу вспомнить ни одни выборы, которые были такими же непредсказуемыми. Тем более, что мы уже видели в других западных странах, что результаты голосования могут быть совершенно непредвиденными. По результатам последнего соцопроса, Марин Лепен побеждает в первом туре с четвертью голосов избирателей. Во второй тур она проходит с независимым кандидатом-центристом Эммануэлем Макроном. Он отстает всего на один процент. Но вот на втором этапе голосования победу предсказывают именно Макрону, причем с серьезным отрывом. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. Франсуа Фиона осыпали мукой. Такой негостеприимный прием кандидату в президенты Франции устроили в Страсбурге. Когда политик пришел на встречу с избирателями, молодой человек из толпы щедро швырнул в него мукой. Досталось и самому Фиону, и его окружению. Активиста тут же схватила женщина-охранник и повалила на пол. Как Бритни Спирс повлияла на предвыборную кампанию в Израиле? Кто получит доступ к американской Википедии для шпионов? И почему падение айфона отныне не беда? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Каждая десятая смерть в мире от курения. Об этом свидетельствуют последние исследования британских ученых. Они изучили данные почти из 200 стран мира за последние 20 лет. Согласно докладу, курение остается вторым фактором риска ранней смерти и инвалидности после высокого давления. Но несмотря на неоспоримые доказательства о вреде никотина, на данный момент каждый четвертый мужчина в мире – курильщик. Компания Apple запатентовала чехол, который спасает телефон в случае падения. Устройство представляет собой крышку с четырьмя выдвигающимися амортизаторами по углам. Они выполняют роль своеобразной подушки безопасности во время падения айфона. Кроме того, чехол оснащен акселерометром, который может не только зафиксировать, но и предугадать падение смартфона. Из-за концерта Бритни Спирс в Израиле перенесли выборы. Праймарис левоцентристской партии Авода проведут на день позже. 4 июля. Лейбористы опасаются, что для обеспечения безопасности на двух мероприятиях не хватит охранников. Кроме того, пробки в день концерта американской поп-дивы могут повлиять на ход выборов. Выступление Бритни Спирс пройдет в главном парке Тель-Авива «Хайр-Кон». Ожидают десятки тысяч зрителей со всей страны. Больше новостей на нашем сайте. Подробности.ua. Завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. А я желаю вам всего хорошего и до встречи.